Ролик называется «Что такое марксизм?». Мы уже многое услышали, мы уже многое узнали и запомнили. Давайте же теперь, собственно, попытаемся ответить на главный вопрос. Что же такое марксизм? Может быть, это идеология нарождающейся портократии и мелкобуржуазных интеллигентов, которые хотят узурпировать власть, отстранив от власти буржуазию? Или же это всё-таки идеология революционного класса, то есть пролетариата, который стремится установить свою диктатуру? Конечно же, второе. С самого зарождения марксизма буржуазная экономическая наука пытается выставить это учение некой закрытой и вредной сектой. При этом большинство... Да, а это не так. Марксизм не был сектой в начале 19 века, не был сектой в конце 19 века. А уж сейчас это тем более не секта. Так называемых экспертов не могут... Да, то есть марксизм, он не был, конечно же, сектой в 19 веке, а уж сейчас, сейчас, тем более. То есть если ты в 21 веке апеллируешь к экономическим выкладкам первой половины 19 века, то ты не сектант. Нет, конечно, нет. Как можно так думать? Нет, это же наука, да, она никогда не устареет. То есть вот в науке же до сих пор пользуются в физике, например, там Эйнштейном, значит, и прочими великими умами. То есть научные истины, они как бы на все времена, понимаете? Маркс — это как Эйнштейн или как Ньютон, а может быть даже намного лучше. То есть Ньютон открыл законы физики, да? То есть наука, она всегда будет теперь этого придерживаться обязательно. То есть... Я уж молчу про гуманитарные дисциплины. Даже сформулировать, что же такое марксизм и каковы его основные положения. Попробуем разобраться в этом вопросе. Марксизм — это цельное научное мировоззрение, основа... В чате пишут, что кидаться шариками — это прерогатива королей. Ну, значит, Сталин был царем. ...в 19 веке на самых передовых идеях, выработанных человечеством. Оно соединило в себе немецкую классическую философию, английскую политэкономию и французский... Напишут, был нормальный министр Шадов, министр угольной промышленности. Ну, там были проблемы с техникой безопасности и защитой, и труда. Поэтому много людей погибало от всяких легочных болезней. Потому что не было нормальных масок с фильтрами в нужном количестве. Я уже молчу о риске и о том, сколько было аварий в шахтах и так далее. И утопический социализм. Большое влияние на взгляды Маркса и Энгельса оказала диалектика Гегеля. Наука о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления. Но его... Да, наука, флагистон. Ну, если ученые доказали, что Земля плоская, так надо этого придерживаться. Диалектика базировалась на идеалистическом фундаменте. Идеи о происхождении мира из абстрактного, нематериального. Маркс и Энгельс отвергли эти взгляды и поставили придуманный Гегелем метод познания на материалистический фундамент. Создав такие... Ну, как отвергли? Вместо абсолютного духа бытие. ...образом новое философское течение. Диалектический материализм. В противовес взглядов идеалистов о том, что мышление человека первично и определяет окружающую действительность, марксизм доказывает, что не сознание людей определяет их бытие, а наоборот. Их общественное бытие определяет их сознание. Да, а что определяет общественное бытие? Окей, я не против с тем, что общественное бытие определяет сознание. Меня это вполне устраивает. А что у нас определяет общественное бытие? Кто-нибудь напишите в чате, пожалуйста, мне интересно. Маркс первым открыл, что именно базис, которым являются экономические отношения между людьми, определяет надстройку. Да, первым после Моисея Гесса. То есть все иные человеческие отношения. Политику, культуру, идеологию и так далее. Прежде философы лишь описывали мир, но задача заключается в том, чтобы изменить его. Маркс не просто описал историю человечества. Да, деятельность философов до Маркса, она не приводила к изменению мира, безусловно. Никогда такого не было. Он первый, кто вскрыл движущие силы исторического развития. Дал научный ответ на вопрос, почему общество развивалось... Первым после Моисея Гесса. ...именно так и никак иначе. Поскольку экономический строй является основой общества, над которой возвышается его политическая настройка, Маркс стал уделять много времени изучению этой основы. Его главный труд, капитал, посвящен изучению современного капиталистического строя. Прежде всего, он обосновал и последовательно... Ну как современного? Современного Маркса. То есть образца первой половины 19 века. По большей части. Следовательно, развил трудовую теорию стоимости, первоначально открытую английскими экономистами Адамом Смитом и Давидом Риканом. Маркс показал, что стоимость всякого товара определяется количеством общественно необходимого рабочего времени для его производства. Да, и так появился мем, когда Маркс со своей женой в постели у обоих недовольный вид, и Маркс говорит, «Что значит, тебе не понравилось? Я потратил на это кучу времени». Да. Но это не единственная проблема марксизма. Идея, как бы искренняя вера в то, что чем больше времени ты потратишь на какую-нибудь хуйню, тем дороже она будет стоить. Там, где буржуазные экономисты видели отношения вещей, Маркс вскрыл отношения между людьми. От первых зачатков товарного хозяйства он проследил... Да, я знаю много людей, которые очень много времени потратили на то, чтобы какую-то хуйню делать, но как-то вот она ничего не стоит в итоге, эта хуйня. ...развитие капитализма до его высших форм, до крупного промышленного производства. Наемный рабочий продает свою силу владельцам предприятий. Одну часть рабочего дня он тратит на то, чтобы покрыть расходы на содержание себя и своей семьи. О, опять про прибавочную стоимость. Остальное время он трудится, создавая прибавочную стоимость. Источник богатства, классик. Ну, как я уже говорил, капиталист, который себе прибавочную стоимость оставляет, он не просто так делает, а он организует все производство, по сути. Поэтому, как бы, он имеет на это право. Если вообще мы можем говорить о правах каких-то в этом контексте. Так что, хозяин предприятия организует рынки сбыта, организует производство предприятия, там, комплектующие и прочее, прочее, прочее. Найм и повышение квалификации рабочей силы, поставку оборудования и очень много всего еще. Так что он не просто там лежит на диване, значит, в монокле с сигарой и цилиндре и прибыль считает. Это так не работает. Капиталистов. Учение о прибавочной стоимости есть краеугольный камень экономической теории Маркса. Изучив сущность экономического базиса общества, Маркс не остановился на простом описании современной ему ситуации. Он смог предсказать дальнейший ход развития общественных отношений. Смог описать общественные отношения. Да, но его прогноз не сбылся. Но не будем об этом. Да. Честную экономическую формацию, которая придет на смену капитализму. Коммунизм, чьей первой фазой является социализм. Социализм, как идея, возник в ответ на капиталистическое рабство. Различные формы общества будущего рисовали многие мыслители и до Маркса и Энгельса. Но их социализм был утоплен. Сейчас главное, чтобы он случайно не вставил туда кадры какие-нибудь из Третьего Рейха. Это был бы большой фейл. Главное, чтобы никто, не дай бог, не зиганул. Потому что некрасиво получится. То есть, главное, чтобы были красные флаги без белых кругов с черными свастиками. Потому что это уже как бы другое направление социализма. Он представлял собой простую фантазию о счастливом будущем, не основанную на научном понимании процессов развития общества. Ну, вот видите, не обошлось, не обошлось. Потому что вот этот фильм «Метрополис» — это любимый фильм Гитлера. Черт. Вот нехорошо все-таки получилось. Да, не было зигующих людей, но... Все равно. ...вставлял собой простую фантазию о счастливом будущем. Все равно. Вот видите кадры из любимого фильма Гитлера. Ай-яй-яй, как стыдно. Не основанную на научном... Не одобряем. ...понимании процессов развития общества. Маркс обосновал, почему капитализм сменится социализмом. Как будет происходить этот переход, и на чем будет основано новое общество. Анализ... Ну, да, это прекрасно. Это примерно как какое-то пророчество, там, я не знаю, Иоанна Богослова. Что вот Иоанн Богослов, он предсказал конец света, апокалипсис, четыре всадника. Сначала там, значит, солнце станет красным, потом, значит... Ой, луна станет красной, потом солнце там, значит, исчезнет. Вот, потом звезды на небо, как бы на землю попадают с неба. Да, замечательное пророчество, но тут как бы, вот как и в случае с пророчеством Маркса, возникли некоторые проблемы. Да. ...изируя историю человечества, Маркс определил, что движущей силой общественного развития является борьба классов. Без победы буржуазии над земельной аристократией невозможен был бы переход от феодализма к капитализму. Точно так же... Да, я напоминаю, что не во всех обществах был феодализм. Точно так же, как и не во всех современных обществах сложились полноценные капиталистические отношения. То есть в современном мире есть страны, где до сих пор никакого капитализма нет. Я больше скажу, есть общества в современном мире, которые еще находятся, значит, на уровне первобытно-общинного строя. Без победы рабочего класса над олигархами невозможен переход от капитализма к социализму. Это основное положение учения Карла Маркса о классовой борьбе. Маркс не был первым, кто открыл деление общества на классы. Но именно он показал борьбу классов как двигатель событий, вскрыл неразрешимые противоречия феодальной, рабовладельческой и капиталистической формации. Ну да, но проблема в том, что формационный подход неверен в том смысле, что его нельзя экстраполировать на все многообразие известных нам человеческих обществ. Потому что в половине из них не было рабовладения, а во второй половине не было феодализма. Ну, по поводу капитализма и рабовладения я уже сказал минуту... По поводу капитализма и коммунизма я уже сказал минуту назад. Поэтому формационный подход — это попытка натянуть сову на глобус. Он доказал, что эта борьба завершится установлением бесклассового общества, путь к которому лежит через диктатуру пролетариата. В дальнейшем один из лучших учеников... В дальнейшем появилась попытка сыграть в самозбывающееся пророчество. То есть, типа, вот Маркс предсказал, а мы сейчас это все, значит, тут организуем. Ну, это все кончилось с 91-м годом. Учеников Маркса и Энгельса Ленин развил марксизм... Ну, он не был их учениками, буквально не был. Они не знали о его существовании, он с ними не общался. Дальше, применив его к новым условиям капитализма... Ну, строго говоря, Ленин даже не совсем последовательным марксистом был. Более последовательным марксистом был Плеханов как раз, который Ленину всегда говорил, куда ты лезешь, пляшивый педераст, какая пролетарская революция в России, что ты несешь, остановись. Но Ленина это не особо интересовало. Так что, если вы хотите почитать какого-то годного русского марксиста, лучше читайте Плеханова. Да, настолько угроза рабочий класс, вооруженный идеями Маркса, представляет для капитализма, что, как мы знаем, марксистские идеи, они запрещены в самых развитых и передовых капиталистических странах, ну, вроде США или там Западной Европы, потому что капиталисты, они очень боятся, боятся наступления, значит, коммунизма. Поэтому они регулярно арестовывают членов марксистских кружков, увольняют из университетов профессоров марксистов и, конечно же, запрещают марксистскую литературу. То есть капитал Маркса, если вы не знали, он запрещен в Соединенных Штатах Америки, в Великобритании, во Франции, в других странах. Манифест коммунистической партии тоже запрещен. Ну, все книги Ленина, естественно, они тоже запрещены. Такие дела. Так что, да, капиталисты, они как могут, как могут сражаются против нарастающего революционного движения, но их дни все равно сочтены. Жуй ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит буржуй, как писал Маяковский более чем сто лет назад. Но не будем о грустном. К полному уничтожению частной собственности на средства производства. Основа существования буржуазии. Именно поэтому капиталистическая пропаганда... Ну, проблема в том, что если какая-то отдельная коммуна владеет заводом, это тоже форма частной собственности на средства производства. То есть, установление общественной собственности на средства производства будет только тогда, когда все предприятия, вся совокупность собственности на средства производства будет в руках Всемирной Федерации Коммун. То есть, когда вот коммунизм победит во всем мире, и будет некий совет, значит, народных депутатов, или я уж не знаю, как этот орган будет называться, который во всемирном масштабе составит единый производственный план, которому все обязаны будут придерживаться, да, все рабочие, которые внизу находятся, вот только тогда можно будет говорить об установлении общественной собственности на средства производства. Потому что в противном случае это все равно получается разные формы частной собственности на средства производства. То есть, все предприятия, все экономические агенты, вся совокупность собственности на средства производства должна действовать по единому всемирному плану. Только тогда можно говорить об установлении общественной собственности на средства производства. И никак иначе. Лицемерно раздувает каждую ошибку. Правда, это будет пиздец, какая диктатура, но, видимо, это будет лучше, чем капитализм с точки зрения носителей этих взглядов. Да, вот до прихода в их общество капиталистической системы у них было хорошо. У них была Ваканда, они по небу летали на летающих тарелках, и все было замечательно. Но вот начался капитализм, и видите, нищие дети, горы мусора. Да, ужасный, ужасный капитализм. Подвергаются эксплуатации и угнетению. Страдают от голода, нищеты, плохой экологии. Да, до прихода капитализма у них был заебись вообще. Особенно в Африке где-нибудь. Там просто было прекрасно. Но потом все испортилось. Становится жертвами бесчисленных военных конфликтов. Не имеет доступа к качественной медицине и образованию. Не обладает собственным жильем и доступом к чистой воде. Да, до прихода капитализма у них ведь было хорошо. Все реки были чистые, доступ был к пресной воде у всех абсолютно. Потому что была единая всемирная ваканда. А потом пришли капиталисты и все испортили. Все реки загадили. Аральское море осушили. Каспий тоже. То есть негодяи. Негодяи капиталисты. До 20 века, до капитализма, так было хорошо жить. А вот потом пришел капитализм и все, пиздец. Буржуазные пропагандисты говорят, что марксизм устарел. Но за окном все тот же капитализм. Пусть и в несколько измененном виде, но совсем... Да, буржуазные пропагандисты говорят, что марксизм устарел. Но как может устареть учение первой половины 19 века? Особенно экономическое учение. Да, то есть... Как может устареть экономическое учение 19 века? Да нет, конечно. Да нормально. Ничего не устарело. Еще тысячу лет можно рассказывать про то, что сейчас капитализм вот-вот загнется. И вот христиане 2000 лет рассказывают, что Иисус как бы сейчас прилетит на следующей неделе и всех будет судить. И страшный суд. И нормально ничего. 2000 лет люди ждут, сидят, Иисуса. То же самое и с крахом капитализма. Можно и больше 100 лет подождать, как бы нормально. Ничего не устарело. ...присущими ему свойствами и противоречиями. На место какого-нибудь умершего профессора Попова, когда он умрет, придет 10 молодых долбоебов-коммунистов. Так что ничего не устарело, можно 2000 лет подождать спокойно. Поэтому Маркс и его идеи остаются актуальными. Остается актуальным и марксистский метод познания, и марксистский метод преобразования общества. До связи. Да, актуален как никогда. Особенно учитывая вот то, что все в итоге у них закончилось 91-м годом. Это настолько актуально. Актуально, если вы хотите снова на те же грабли. Так. Ну что, мы теперь узнали, что же такое марксизм. Мы поняли, что учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Актуально. 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 Субтитры создавал DimaTorzok